Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, сеть и слушателей. Выходим мы на час раньше по причинам от нас независимых форс-мажорных, и, наверное, чуть короче придется быть, но, тем не менее, 266-я, если я не ошибаюсь, передача экономики на пальце к прямому эфире в ГЛОКе, экономический обрезок портала Тутбай. Как мы в понедельник как в воду глядели, завершая передачу Волшебное слово из трех букв сегодня Вот, конечно же, основной сенсацией было, ну, там, правда, растянулось на пару дней, значит, визит президента к, значит, тут даже сложно сказать, кому, у меня такое больше сложилось впечатление, когда я ролики просматривал, что скорее Гуцерию, да, потому что, когда вот он приехал, говорит, ну, его же обнял, ну, что, показывай. Ну, это же друг Миша. Ну, да, то есть, как бы, это, кстати, к вопросу о том, что все время задавался вопрос, а как же должен выглядеть тот человек, который мог бы президенту нормально объяснить, как вот это все функционирует? Ну, Гуцериев же сам, в общем-то, мы же знаем, как он в это дело инвестирует под руководством специально обученных людей, которые... Я думаю, что он настолько понял, сколько почувствовал. Да, раз уже такие люди, как Гуцериев, в принципе, здесь не видят ничего страшного, то, по большому счету, он же социально близкий, да, там, в общем-то и по возрасту, и в целом по идеологическим каким-то соображениям и так далее. Вот, это, конечно, был визит, подчеркнуто, не в ПВТ. Абсолютно. Да, да, а в две компании, как было сказано, инвестором которых является не владельцем, да, не руководителем, значит, директором там или как-то еще, инвестором является Виктор Прокопейн. Вот. Ну, и потом уже на следующий день, как сказать, наконец, это давно ожидавшееся событие, да, значит, помощник президента Винчевский стал, как там правильно это называется, глава администрации, да, 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 вот. Кстати, анекдотично было, интересно было следить за комментариями, когда одни и те же люди сначала говорили, а зачем вам это нужно, у него так, значит, наблюдательный совет, и когда, наконец, это назначение произошло, эти же самые люди говорили, ну, это логично, он же был, да, 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 ну, как бы это из серии, там, ты такой умный, как моя жена потом, да, и так далее, вот. Вот. В общем и целом, конечно, совершенно потрясающее было впечатление от похода президента в, значит, этот, в эти две компании, вот. Опять же, на самом деле, все укладывается в определенный такой вот, что ли, модус операнди нашего президента, когда ему нужно посетить какой-нибудь, ну, то есть, ну, то есть, вот смотри, да, как было в прошлом году, вот, вблизи лета, да, когда стало понятно, что что-то экономика не растет, и, видимо, по тенденции, там, значит, этот спад, там, первого квартала, он никак не вырастет, ни во что, там, никакой плюс мы уже не выйдем, то, значит, в качестве такой, что ли, ну, компенсаторного психологического механизма происходит посещение успешных предприятий, пускай даже частных, ну, все равно же это проблема отрасли, да, то есть, вот, могут же люди работать хорошо, ну, значит, и заодно поговорил, и кажется, что и не так все плохо, в общем, в целом стране, да, и тут в данном случае, как бы, я так понимаю, логика была та же самая, потому что все абсолютно, значит, телеканалы обязательно подчеркивали, что это самая прибыльная компания, значит, в нашем этом всем IT, там, в 4,5-3,5 раза, там, выручка на работников у них превышает, там, этих всех выручки этих торговцев человека часами, там, и так далее, вот, ну, и, в общем, в целом, конечно, все это противостояние, значит, продуктовых компаний, которые честные, и те, которые, значит, по большому счету, там, все, что они экспортируют, это именно эти самые человека часы, а вовсе не продукты, да, и хвастаться, там, вайбером, вот, это примерно точно так же, как, кто-то хорошо эту тему написал, примерно так же, как, как если бы где-нибудь в Таиланде швеи хвастались, там, значит, продажами, там, не знаю... Продуктов высокой моды в Париже, да, 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 обогнали Францию, да, то есть мы же, это же мы же делали, это же наш же труд там заложен, ну, да, но зато в этой самой добавленной стоимости там предельно низкая величина. Что было, то есть вот я сейчас, у меня заготовлено несколько роликов, там они действительно очень интересные, потому что ничто, ну, невозможно перефразировать, как сказать, слова президента, да, вот, там несколько было очень интересных тезисов, вот, ну, и вообще в целом вся обстановка такая была интересная, да, как там люди стояли, как, значит, как он приехал на этом Майбахе подаренном, пригодился уже такой Майбах, да, который, как он говорил, на нем стыдно ездить, да, и запчастей уже нету, снят производство, ну, вот, как бы... Ну, сделал приятно. Да, 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 что он, ну, там, а то же в гараже стоял, да, пылился там и так далее. Вот, то есть мне, на самом деле, очень понравилась, как сказать, тактическая задумка вообще вот этого тандема, как его, Ларна Белл, этого, да, капитала семейного, значит, семейного фонда, господи, тавтология, семейный фонд семьи Гуцериева, ну, по сути, вот, и Прокопенина этой венчурной компании, да, ну, VP, это ж, понятно, как бы это инициалы, да, Виктор Прокопенин, капитал, вот, что ведь фактически, смотри, вся история, которая вот эта ценулась вокруг IT, и которая там всех поделила на, значит, кто там за социальную справедливость, вы там хотите все раздать и поделить, вы там луддиты, вы, значит, там льготы продлевать, нет льготы, значит, надо отменять, потому что не достигнута цель, которая ставилась и так далее, и так далее. Фактически, как бы, ребята грамотные сыграли, по большому счету, на перехват. То есть, когда бывший уже глава администрации ПВТ включился в эту полемику относительно защиты этих льгот и начал в качестве аргументов как раз-таки выставлять примеры того, чтобы, как я уже сказал, примерно так же, как если бы, значит, швей где-нибудь Юго-Восточной Азии хвастались продуктами каких-нибудь, там, Луи-Вутон, там, да, или что-нибудь еще в этом духе, вот, и когда, в общем, ему на это указали, ну, то есть, тут несложно было догадаться, что в этой ситуации, то есть, как бы, сам человек себе подготовил ловушку, в которой, в общем-то, да, компании продуктовые сказали, смотрите, так они же, Александр Игоревич, денег же он ни черта не приносит. Что соответствует действительности. Да, ну, как в качестве примера было сказано, вот вы там все время, ну, этот Вайбер нам говорите, да, ну, к нам так Вайбер, это же израильская компания, просто действительно швейхи. Ну, у нас, кто деньги получил, того и Вайбер, да, какая разница, 900 миллионов или... Так вот, об этом оно говорит, что вы говорите о миллиарде на все. Которого нет, вообще-то. Да, а тут одно приложение, да, которое, ну, как бы, собственно говоря, и досталось вот этим вот, компанией вот Кутюр, да, которая воспользуется услугами наших там швей-мотористов, значит, в парке высоких технологий. В этой ситуации, конечно же, судьба, значит, вот этой, как бы, старой и управленческой, и организационной модели, она была предрешена. Вот. И что особенно важно, это было, конечно, то, что Виктор Прокопенко взял на себя не то, что я написал в «Избуке», а роль фактически озвучить то, что на самом деле, ну, кто-то же должен был произнести президенту. Речь шла о том, что... Вот я пошел сейчас на данном случае. Вопрос же не ведь, нужны льготы или не нужны были. Вопрос был в том, что система, которая создавалась в 2005 году, она была заточена под ту модель бизнеса, которая существовала. В итоге. Ведь вопрос любых льгот, это же на самом деле, ну, это же надо очень четко понимать, что это всегда, ну, существует какой-то трейд-офф, да, то есть, если от этого бизнеса бюджет получает меньше, это означает, что, ну, фактически, некий такой на уровне государства социальный контракт, связанный с тем, что другие отрасли фактически спонсируют, вот, значит, развитие или, там, функционирование этой отрасли. Это всегда вопрос о, ну, собственно говоря, экономике, это наука о стимулах. То есть, как выбраны стимулы, и, соответственно, исходя из них, каким является обусловленное поведение экономических агентов, которые мы хотим добиться. Как мы видим по факту, на самом деле, набор стимулов был именно такие, то есть, ну, какие там льготы были? По большому счету, по заработной плате, да? То есть, именно то, что продавали, то и льготировалось. Чем больше человек, тем больше льгот, естественно, логичнее. Ну, и как бы, а поскольку бизнес-модель, это принципиально немасштабируемая, да, то есть, она же может быть только экстенсивной, ну, как если бы сельское хозяйство у нас развивалось увеличением количества посевных площадей вместо роста производительности труда. Ну, и рано или поздно наткнулось на то, что как-то негде уже вот этих... Ну, кончились, да. Ну, по большому счету, исчерпание. Ну, это и видно, кстати, темпы роста-то, вот, этой выручки, которую они выдают за прибыль, хотя это, на самом деле, выручка, да, ну, а на самом деле, это даже зарплата, вот. А они, действительно, в процентном выражении, они уменьшались. То есть, там, в постоянных величинах один и тот же был прирост, да, 100-150 миллионов. Ну, понятно, что с каждым увеличением целого волового объема, да, этот прирост становился в процентном отношении все меньше. То есть, некий кризис был очевиден. Вот. Но, опять же, система стимулов была такова, что, по большому счету, как бы, и администрации ПВТ это было выгодно, и айтишным компаниям, ну, потому что тут, да, пускай бизнес низкомаржинальный, да, он, действительно, довольно сильная его жизнеспособность зависит от того, как эти льготы там поменяются, ну, то есть... Ничего, 10 второшек рубль. Ну, я о чем и говорю, да. То есть, иными словами, вот этот регулятивный арбитраж и продажа администрации права доступа, значит, к этим льготам, вот, как бы, все были довольны, да. Вот вам рентный доход администрации ПВТ, вот, значит, получение конкурентных преимуществ теми, кого, значит, к этой вот организации допустили. Я к чему? Что, фактически, когда начал Прокопение рассказывать о том, что вы знаете, что, вообще-то говоря, структура льгот, которая существует сейчас в ПВТ, она не помогает вообще никак компаниям, которые готовы разрабатывать продукты и продавать продукты, потому что сейчас продавать продукты, это не то, что мы выпустили там приложение, которое будет, значит, там, лицо Обамы там подставлять вместо, да, и продадим это в Фейсбуку. Это не продажи. Продажи – это конечному потребителю. Это, строго говоря, даже приложение в App Store или в Play Маркете, да, гуглевском. Ну, две основных экосистемы. То есть это микроплатежи. И, ну, неожиданно выясняется, что предложения, которые требовались для того, чтобы эти вещи могли проходить, то есть старые-старые какие-то решения по валютному контролю, да, когда требуется вот это вот документарное подтверждение внешнеторговых сделок. Как вы себе это представляете, когда у вас там будут миллионы этих микротранзакций, да? Вопросы, значит, выручка должна поступать исключительно там белорусским банкам. Как вы себе это представляете, когда на самом деле она поступает только, значит, фактически с Apple или с Google там и так далее, да? Ну, то есть масса, на самом деле предложений, это по большому счету, если как бы не брать такие, знаешь, там разговоры на тему того, что, а хорошо бы нам еще там всю систему поменять, да, чтобы у нас там заколосились и венчурные фонды, там мы приехали бы мигранты, там, значит, мы бы такие условия бы создали, что со всего региона решили бы к нам, значит, эти... В логиках это, конечно, понятно, ну, зачем это все делать, потому что действительно, строго говоря, пул работников потенциально у нас не очень велик, да? То есть трудно в этом вопросе нам конкурироваться. Вот. Я просто к чему, что если не считать вот эти вот какие-то такие грандиозные наполеоновские планы, как хорошо было бы, чтобы мы стали, значит, междупланетным, значит, центром этой вот разработки приложений, то все остальное – это предельно простые какие-то вещи, которые годами висели, но никого не волновали, потому что, по большому счету, все прекрасно функционировали в другой системе координат. Знаешь, в глаза первому сознаваться, что у всех есть офшоры, и у тебя в том числе, это немного стрёмно по-любому. Ну да, когда человек открытым текстом говорит, конечно, нам приходилось деньги оставлять там. За пределами страны, да. То есть, как бы, вот с чем это связано. Ну, мы-то теперь понимаем, что, как бы, вот, как бы, Виктор Прокопенни, как я уже писал, да, он, как это, ну, шутка, конечно, злая, да, но смысл в том, что он, как это, за грехи всего IT пострадал, да, за первородные грехи 90-х, как, действительно, такая аналогия забавная. Вот, то есть, я просто к тому, что даже если смотреть драфты этих предложений, там же ведь, ну, нет ничего сверхъестественного. Совершенно очевидные вещи. Предельно элементарные, решаемые буквально в течение нескольких там месяцев, ну, я по максимуму беру, с учетом там разработать проект, пройти согласование, значит, с заинтересованными, да, там, первое, второе чтение, все, ну, как бы, вопрос закрыт. Три-четыре месяца максимум. То есть, ничего сверхъестественного там не требуется. Вот. И это совершенно удивительно. То есть, с пятого года, да, существует организация, в которой, еще раз говорю, структура стимулов была такова, что всем было хорошо в том бизнесе низкомаржинальном, в котором он функционирует, а заниматься чем-то сложным. А зачем? Для этого же надо идти и, как бы, ну, говорить о том, что эту структуру стимулов надо менять. Вот. Ну, то есть, это, конечно, было совершенно в этом смысле удивительная история. Вот. Ну, и дальше, плюс вот эти вот все административные вещи, ну, например, создание Совета по развитию IT-технологий. Ну, у нас же традиционно любая проблема решается созданием очередной бюрократической структуры. Это, как бы, понятно. То есть, тут, как бы, радоваться особо нечем. Другое дело, что придумать какой-то институциональный механизм общения, как было сказано, да, государственных служащих, ответственных за принятие решений в этой области, особенно регулятивной нормативной базы, инвесторов, которые работают в среде технологий, ну, и ученых. Надеюсь, представители Следственного комитета не будут сильно оказывать влияние. Ну, они только как ученые могут, я думаю, как инвесторы вряд ли, да. Ответственные за принятие тех или иных решений регулятивной нормативной базы разве что, да. Ну, да, и немножко за полицейские обязанности, да. Вот. Просто постоянно было, еще раз говорю, постоянно было интересно наблюдать, как и Гуцериев, и Прокопейник представлялись именно как инвесторы. Инвесторы, да. То есть, не там, владельцы компаний, не они разработчики. Это вообще непонятно кто. Сидят вот там 11 человек в офисе, да. А мы же инвесторы. Ну, как... Ну, это понятно, что это безопаснее так. Слушай, это гораздо безопаснее. Инвестор – это ведь человек с деньгами, да? Конечно. Вот. Ну, и дальше президент, значит, все это выслушал, сказал, так... А что же мне раньше-то никто не говорил? Это же как здорово. Это же мы же только прямо сейчас вот этим же и занимаемся. Сокращением этого бумажного оборота у нас. И у нас банк этим занят, там, да, и правительство, все дела. Это же на пользу всем будет. Вот. Ну, а дальше, дальше последовали... Давай вот включим ролик. Я специально, значит, сделал два буквально куска из посещения президента. Вот тут ролик, который у нас под номером 2 идет, да. Значит, это вот как раз самое начало, когда президент уже, как сказать, обращается с ответственным, ответным словом к ректору Прокопения. Тот ему сказал, в чем проблема, что нужно сделать, а президент уже говорит от лица правительства государства, я понимаю, зачем вам это все нужно, а вот здесь теперь нужно понять, зачем мне это все нужно. Будьте думать. Создавая что-то, вот он вкладывает деньги, понимая, что он вернет эти деньги и прибыль получит. Хорошо. А я должен думать, а что же государство получит от этого? Я должен думать о том, что получат люди, что получат... Зарплата и прочее. Что получит государство и самое главное, как это толкнет вверх государство. Сделает айтишной страной и так далее, и так далее. Ну, это хорошо, но вы меня только не ориентируйте, что будет завтра, но человек живет и сегодня. И вот целый комплекс, когда я начинаю что-то делать, у меня в голове целый этот комплекс. И однозначного решения нет. Вот он может рассказать, он же топает возле меня уже 20 лет. И вы, не обходя острые углы, потому что я уже шишки на этом набил, хорошо, что этот айти-парк когда-то создал, теперь я вижу плюсы и минусы этого. Вы мне откровенно должны сказать, вот уровень такой, я ничего не буду иметь для государства, для народа. Вот завтра я буду это иметь, послезавтра это, а там еще что-то я получу. Вы знаете, что если только где-то ты зацепил налоговое законодательство, вот сейчас взялись за этих тунеядцев и прочих, дело не в тунеядце, а дело в том, чтобы вывести из тени людей. Теневая экономика – это будущая криминальная экономика. Я хочу вывести людей из тени. Я хочу, чтобы вы это понимали, что, живя в Беларуси, надо строить будущую вот такую красивую Беларусь, но без преступников. Да, будущее хорошо, но должно быть честно и порядочно и настоящее. Ну, как сказать, обращение президента к докопению, надо строить хорошее, красивое будущее, но без преступников – это бесценно, конечно, да, для всего остального есть мастер-карт, но это искусство троллинга высочайшего уровня, несомненно, да. Вот. Ну, а с другой стороны, что… Диктор еще должен был скромно прокраснеть на этом месте, но… Ну, то есть все же понимают прекрасно, о чем идет речь, да? Да. Вот. Ну, а с другой стороны… Ну, кто что знает, Сергей. А с другой стороны, понимаешь, на самом деле ситуация дикая, что как бы осмелился произнести совершенно очевидные вещи только человек, которому, по большому счету, уже… Который уже за это отсидел, да. То есть и… Это неправильно так говорить. Обвинения были сняты. Да. Фоты, которые ни за что… За это, в смысле, ни за что… Грубо говоря, следствие шло, по всем пунктам было как бы снято обвинение. Да, там и налоговое, и что там я уже забыл. Короче, там… Это все как раз подробно… Ну, это звучит когда? Раз не получается вас сажать, давайте с вами сотрудничать. Кстати, вот эта аналогия, значит, работы Гуцерье и Швеи, это же не я ее придумал. Это же сам Гуцерьев президенту это говорил. То есть, ну, простыми словами пытаясь объяснить, значит, как это все функционирует. Ну, видишь, проблема-то какая там, да, эти комплексы в голове, решение, да, нет, голова пухнет, да, то есть, ну, вот. Поэтому нужны специально обученные люди, которые готовы с президентом разговаривать на одном языке. Один из таких – это сам Гуцерьев, который как бы говорит, ну, смотри, я же как бы вот вкладываюсь, да. Другое дело, что, вот я нашел, что ли, значит, его слова, когда в конце прошлого года, в декабре, вот это вот партнерство между инвестиционным фондом семьи Гуцерьевой и инвесткомпанией, вот этой VP Capital, да, заключалось. Как сам Гуцерьев рассказывал, значит, почему он вкладывается именно в этих людей и, значит, в Беларусь. Ну, вот. Мы вложились, там сидят гениальные ребята, которые уже заработали много денег. Мы усилили эту команду белорусами. Ну, там шла речь о том, что это все было во время Петербургского, Санкт-Петербургского экономического форума встречи украинцами-россиянами. И думаю, что команда принесет нам прибыль. Мы верим это, вкладывая свои деньги. Если все получится, то заработаем. Если нет, значит, не суждено. Ответил, отметил глава Руснефти в интервью РБК. Ну, то есть, я к чему, что здесь все-таки, видимо, не все президенту объяснили, да, что, вы помнишь, он говорит, вот он вкладывается, обращаясь к Гуцерьеву, он же знает, что он свои деньги... На самом деле, вот как нужно было объяснять. Но это слишком сложно. Такая конструкция вообще неподъемная. Боюсь, что да. Но это все равно, возможно, как бы ни на такого... Президент все-таки не венчурный инвестор. Зачем ему знать об этом? Да, вот. Ну, и, конечно же, невозможно удержаться от того, чтобы даже в такой ситуации не упомянуть Тунеядцев и декрет номер 3. Казалось бы уж, какое отношение он имеет к ПВТ, да, и так далее. Так вот, ситуация, конечно, с этим декретом номер 3, раз уж мы к нему переходим. Мы еще вернемся к словам президента на встрече с Покопеней и Гусариевым. Ведь никто же язык не тянул. Это президент-то сейчас болит. Он об этом и говорит. Я понимаю, что у них там сейчас как бы по три раза на дню показания меняются, да, с какой целью этот декрет принимался. И никто до конца не может объяснить, значит, зачем же он вообще делался. Вот. Особенно, как я говорю, я уже многократно об этом рассказывал, я очень люблю читать после какого-то большого совещания президента, такого, ну, иногда противоречивого, вот, полемичного такого, да. Значит, как правило, Белтон начинает выполнять свою работу в виде вот раздела комментариев, набирать там говорящих голов, которые бы попытались заняться тем, ну, все равно лучше, чем мы, они этого не умеют, заниматься германевтикой, значит, высказываний президента. Но они пытаются, насколько это возможно. К сожалению, почему у них это хуже получается? Потому что они вынуждены задать, как сказать, решать задачу от ответа, да. Вот. И вещи там, ну, попадаются совершенно потрясающие. Как, например, депутат Валерий Бороденя, казалось бы, да, такой, значит, с которым я как-то даже здесь у вас полемизировал. Причем очень неплохо, да. Вот. Про будущее и суть белорусской экономической модели. Значит, речь идет об искоренении серых схем. То есть это не идеологическое. Это нам же было как? Заставить работать, да. Идеологическая составляющая, социальная справедливость. Профилактика преступности. Профилактика преступности, да. Денег набрать там и так далее. Разговор ведется, значит, о повышении дисциплины каждого гражданина. Он должен понимать, что имеет обязательства перед государством. И если он заработал, он должен отчитаться. Подождите, но мы же не госслужащие. Какая дисциплина? Ну, повышение... Еще напишите, исполнительские дисциплины граждан, да. Значит, ну, надо вычислить тех неработающих, которые заявляют об участии в финансировании государственных расходов путем приобретения товаров. Ну, это то, что люди говорят, что мы уже по Конституции. Должны быть готовы к тому, что их попросят подать декларацию отчитаться, за счет чего они живут. Стойте, ну, это и так порядок был у нас раньше такой же. Абсолютно. Доходы, расходы, сопоставления. Да, налоги у нас это делало, все прекрасно. Ну, а если вы хотите там дисциплину народу повысить, то ничего так не повышает дисциплину населения, как, не знаю, там, утреннее построение на плацу, там, да, значит, перекличка, да, где там такой-то, не сбежали на скорости 220 километров в направлении, значит, там, литовской границы и так далее. То есть, версии, я про это еще пройдусь, там потрясающие совершенно вещи попадаются. Вот. И точно так же, на самом деле, я говорю, как, то есть, вот, великолепным таким, что ли, наблюдением является то, как, ну, вот, давайте мы еще попробуем как-нибудь его проинтерпретировать, а ввозь что-то из этого получится, да, там, внесем еще какие-то поправки, там, изменения и так далее. Так вот, буквально недавно президент говорил, в чем заключалась его задача, и рассказывал о поручениях, которые должны были быть выполнены. Вот я специально, значит, как сказать, решил проверить, и нашел ролик, но уж более официального ролика найти нельзя прямо на сайте Белты, о том, в чем заключалось одно из поручений президента на совещании 9-го числа, значит, которое было посвящено вот этому дедлайну 1-го мая, значит, вот Дню Международной Солидарности уже трудящихся. Всех трудящихся, да. Поголовно трудящихся. Да, 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 да. По трудоустройству безработных. Я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Они у нас есть, пусть не обижаются, пьяницы, алкоголики, те же действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним одни методы по принуждению к работе. Тот, кто по несчастью оказался без работы, мы должны их каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти. И посмотреть из того, чем дышит человек, оказать ему помощь. но люди должны понимать, что они прежде всего должны искать себе работу, а мы им должны помочь. и самое главное, к первому мая все люди должны быть на работе, все должны быть трудоустроены. Трудоустроены. Это произносится 9 числа. И вот буквально встык практически, там небольшой кусочек только вырезан с того момента, как президент вот таким плавным, ну, естественным же образом, только что же он преступника говорил, которых быть не должно войти, обращаясь к прокопению. Вот. И тут вот таким естественным образом мысль президента вышла на этих самых тунеядцев, вот, где там была предъявлена уже новая версия, значит, которая как раз посвящена вовсе не декриминализации, а, ну, как бы, выйти из тени, вывести, значит, серые схемы на какое-то там либо правовое поле, либо посадить к чертям. Ну, точнее, административных штрафов там, значит, надавать и так далее. И вот президент буквально проходит несколько дней, начинает уточнять то, что он рассказывал 9-го числа. Вот я сейчас просто специально вот внимание анонсирую этот кусочек, потому что он остался без внимания практически всех. Если бы я не посмотрел целиком выпуск новостей на первом нашем канале, то больше я бы этого ролика не нашел никогда, потому что его нет, этого куска о высказании президента, ни в тексте, который делали официально, значит, пресс-служба. Его нет ни на одном телеканале, даже несмотря на то, что это было в новостях БТ. Он пропал бесследно, но благодаря, как это, минуткой рекламы телевизии, нью-зала, которая позволяет отбатать назад, мы его все-таки сохранили. Вот послушайте, пожалуйста. Это уже собственно конкретно о декрете номер 3. Он некоторые опять тунеядцы на площадь приходит и кричат, работу, работу. И все меня критиковать начали, что до 1 мая никого не трудоустроим. Я ведь говорил не о трудоустройстве. Я говорил, до 1 мая дать всем работу, занять их. Трудоустроить это, когда я прихожу к тебе, хорошая компания, деньги, хорошие, слушай, вот я хочу работать, у нас, он говорит, коммуникации, и ты меня берешь на работу. Вот это трудоустройство, когда договор работодателя с работником будущим. Вот это трудоустройство. Дать работу, это значит, как я говорил, обеспечить в Минске 10 пунктов, так называемые биржи реальные. И люди, которые должны работать, должны прийти туда и тебе дадут работу. Вот сегодня работа, будем высаживать лес вот за 20 километров отсюда, поляна. Постойте, Алексей Сергеевич, только что 9 числа мы слышали трудоустроить. Это же его были слова, никто не, как это можно было проинтерпретировать по-другому. Внимание, что происходит дальше? Дальше разговор идет о том, что трудоустройство, это же, ну, не об этом же шла речь, трудоустройство, это контракт, трудовой договор, вот о чем он говорил. На примере того, как это, причем почему-то это трудоустройство воспринималось как трудоустройство по блату. Об этом же, по сути, схема, которая была нарисована. Ой, мне нравится твоя зарплата, давай мы с тобой договоримся и так далее. Вот человек получает трудовой контракт, который, собственно говоря, ведь по большому счету, если верить тому, ради чего этот декрет номер 9, о, господи, 3, 9 с другой. Под сознание, да, да, да. Это по Фрейду. Когда-то создавался, да, это как раз таки идея была, значит, именно увеличить количество людей, работающих официально. Ведь мы же по тексту даже его видим, там есть такие вещи, которые говорят о том, что если человек работает с заключенным трудовым контрактом, даже если там это одна десятая ставки, даже если там налоги, которые он в итоге заплатит в течение года, да, будут меньше, чем сумма этого взноса. Это неважно. Он все равно перестает считаться тунеядцем. Те же остальные, которые, значит, там всякие фрилансеры и прочие там хипстеры на гироскутерах, значит, они должны тогда только считаться не тунеядцами, если подоходный налог, который они заплатили, превышает вот эту величину сбора на участие в финансировании государственных расходов. Вот в чем как бы шла идея, да, и ведь когда этот декрет поначалу продавался, там идея была какая? Вот смотрите, ведь работа по трудовому договору, это же настоящая работа, там же и соцзащита, да, и вот он контракт, там, ну, как бы понятно, что этот он годовой, но все равно это же его расторгнуть не так просто, да, это какая-то степень там в нашей ситуации какая-то степень там защищенности, да, это действительно платежи там ФСЗН, которые за тебя платят работодатель, который тебя берет. И это противопоставлялось как раз таки работе в виде вот этих вот всех фрилансеров, которые никаких этих механизмов ничего не имеют, да, и там, значит, найдут или... И внезапно в качестве механизма того, как же к 1 маю все эти люди будут заняты, обеспечены работой, нетрудоустроены, нет, уже о трудовом договоре речь не идет. Даже не на 1 десятую ставки. Потому что были у меня такие версии, что, значит, ну вот как их труд, так их труд устроят. Грубо говоря, запишут куда-нибудь, и это будет то же самое, только ведь сбоку, как у этих тунеядцев где-нибудь лежит трудовая книжка, значит, там, какой-нибудь левой частной конторе, которая ничем больше не занимается, но он там минимальную зарплату получает, и тунеядцем не считается. Чем это отличается одно от другого? Ну, идея была, казалось бы. Вместо этого мы видим, что фактически речь идет о каких-то, ну, общественных работах, которые... Слушай, я вообще не поняла, на этих сборных пунктах платить вообще будут людям? Мне кажется, что, помнишь, там такая в прошлой передаче мы говорили, по требованию? Помнишь фраза такая волшебная? Потому что фраза занять обычно, чем детей занять на школьных каникулах, это звучит, да? Ну, чтобы не болтались именно. Что имеется в виду под словом занять, мы же понимаем. То есть, именно, чтобы люди не болтались, потому что мы же знаем, что тот, кто болтается, на 97% будущий преступник. Будущий преступник. Вот, у нас же, как в этом, как у Филиппа Кей Дика, да, Minority Report, мы же заранее уже знаем, что человек на 97% будущий преступник, поэтому как с ним надо обращаться? Вот так и надо, как я говорил, нашить еще какую-нибудь эмблему ленивца из этого Зверополиса или еще что-нибудь в этом духе. Хотя они, кстати, были госслужащими. Вот, но тем не менее. То есть, смотри, чтобы было понятно, о чем идет речь. Родилась плодотворная дебютная идея трудоустроить всех к 1 мая. Буквально в течение нескольких дней стало понятно, ну, идея хорошая. Но рано так же, как и весь декрет номер 3, упирается в то, что администрирование этой идеи стоит бесконечно дорого. Очень дорого. То есть, это как бы из серии, знаешь, как у нас там пишут, вообще-то идеей было провести своеобразную перепись населения. Ну, и провели бы перепись населения. Ну, вопрос просто, мы же знаем, как это проводится, нечасто, потому что это реально дорого пройти по каждой квартире и в каждой квартире выяснить, а то не ядцы есть, а если найдем, и так далее. Так это ж только найти, это только списки составить. А потом же им еще и, значит, обеспечивая работу. Это бешено дорого просто. И признаться, что государство, значит, ну, не обладает для этого ни организационными, ни людьми, ни временными, ни денежными ресурсами, сложно. Поэтому появляется новая идея, которая, как бы, уже для государства стоит недорого. Действительно, такой бюджетный вариант этого трудоустройства. Но, что предлагается в качестве людям? Вот та самая, вот есть даже такой термин, книжка, книжка Гая Стэнди, она была, как бы этот термин был пропагандирован, прикариат. Вот как есть пролетариат, так вот прикариат, это все больше, все больше, растущая роль в занятости вот так называемых самозанятых людей, вот которых там, скажем, Uber предпочитает называть партнерами, бизнесменами, а на самом деле это такие же, по сути, свои работники компаний, только с минимумом социальных гарантий, у которых как раз страхование и прочее там, значит, это социальное не распространяется, у которых очень неустойчивый доход, и при этом, как очень часто он оказывается и ниже минимального, необходимого для достойной жизни и так далее. То есть это, как я уже в передаче с Юрием Мельничником рассказывал, почему-то удивительным образом оказывается, что вот эти вновь открывающиеся технологичные компании возвращаются к социальным практикам, буквально каким-то архаическим. То есть, грубо говоря, это примерно так работали портовые рабочие какого-нибудь там, Лондона в 19-м веке, до еще юнионизации, то есть приходили каждое утро в расчете на то, что будет работа, значит, будет что есть в семье. Не будет, значит, нечего будет есть. Весь мир сейчас, видя эту тенденцию, на государственном уровне пытается с этим бороться. Ну, потому что это действительно появление вот в серой правовой зоне людей, которых называют предпринимателями, но которые по смыслу своему находятся по статусу еще даже ниже, чем наемные работники. Государство борется с этим. А наше государство ровно эту же ты говоришь. Какой высотой? Мы сами это все сделаем. Мы сами вот эти вот, значит, это же даже не МакДжоб, да, еще хуже. Вот этот вот этот прикариат мы из этих тунеядцев и создадим. Нет, я понимаю, конечно, что как президент говорил, как мы в прошлой передаче отметили, что весь мир сошел с ума, но позитивным в этом является то, что мы в этом направлении впереди планеты всей, да, то есть мы возглавляем это движение. Ни в одной стране мира государство не додумалось эти тренды пропагандировать. Пожалуйста. Ну и, наконец, еще одну вещь я хотел отметить, связанная с тем, что там же прозвучала фраза, видимо, все-таки я ее вырезал этих двух кусочков, но смысл был в том, что это же все значит, вот этот тунеядец это потенциальный преступник там и так далее, и что, опять же, обращаясь к прокопению, когда президент говорил о том, что идея была вывести из тени вот, значит, этих занятых в сером секторе экономики. И в некоторых комментариях эта идея тоже, значит, она звучала. Вот. Боюсь, что не найду у кого сейчас, но не важно. На минуточку. Как сказать, ощутите иронию истории. в 2005 году ПВТ вообще-то именно эту задачу и решал. Как вывести из тени большущее количество зарегистрированных ИП, или даже вообще никак не зарегистрированных программистов, которые работали действительно по серым схемам. И на карточке латышских банков получали благополучие. Да, да, да. Те самые, как я их назвал, первородные 90-х годов грехи этого бизнеса. Как решился вопрос? Нет, конечно, можно было, наверное, принять декрет о том, что управление К, по борьбе с технологичной преступностью, расширить его в разы десятки и пускай на каждого программиста найдет. Составит списки, выяснит, зарегистрировался ли он. Ну, я просто аналогию провожу к тому, что происходит сейчас. Или отчетность за каждую транзакцию по карте. Да, совершенно верно. То есть, можно же было так решить. Но почему-то в тот момент так не сделали, и мы знаем почему. Потому что в тот момент все прекрасно понимали, что из серии как цель-то, конечно, классная, давайте каждого найдем, но еще раз говорю, это бесконечно дорого в администрировании. К сожалению, наука вообще как бы государственного управления и в целом экономика, это классическое ее определение, это распределение ограниченных ресурсов между неограниченными целями. То есть, можно было потратить большое количество бюджетных денег и в итоге расходы вот доходы. Аудитория такая хитрозадая. Конечно. Это же не алкоголит из деревенских. То есть, президент фактически обращается к бизнесу, который когда-то, с которым когда-то эту задачу успешно решили вывести их из серого сектора и на голубом глазу говорит, так у нас же вот же решение. Мы же сейчас их всех, ну то есть, то, что тогда от него отказались, то, что есть более дешевая альтернатива. Значит, создайте такие условия, которые позволят самим людям взять и легализоваться, уменьшить им транзакционные издержки и риски от того, что они занимаются этой деятельностью в сером секторе. Все адекватные люди хотят легализоваться. Вот именно. Ну то есть, ты понимаешь, насколько, вот, как сказать, не еще раз говорю, это мой любимый термин гегелевский, да, ирония истории, как ты декларируешь одни цели, а в итоге вот, да, ситуация тебя возвращает совершенно в какой-то возвращенной форме это все происходит. Это потрясающе просто. То есть, где угодно это можно было произнести? Опять же, на швейной фабрике, да, в цехах МАЗа наполовину остановлено. Но айтишникам, которые сами-то знают, как этот вопрос решался, память-то у них уже даже тут не и генетическая в том числе, да, родовая травма же появления ПВТ, она же вот именно такова. Это просто удивительно. И это все, еще раз подчеркиваю, это все результат всего лишь одной вещи, связанной с тем, что идея, конечно, хороша, но с самого начала не нашлось никого, когда там нашлись люди, которые сказали, поймите, нет для этого ресурсов, ни времени, ни людей, ни денег, ни структур. Все. Очень дорого. И поэтому, когда сейчас, значит, пытаясь там спасти лицо себе, всем, кому угодно, вот эти вот наши официальные СМИ, включая этот наш, это главное телеграфное агентство, собирает мнение, которое отвечает на, что называется, как сказать, решая задачу от ответа. Идея же хорошая, но исполнение подкачало. Больше, я на самом деле абсолютно согласен в этом вопросе с ними. Другое дело, что им не хватает смелости произнести одну очень важную вещь. Исполнение подкачало, и не могло не подкачать. Исполнение этой хорошей идеи было попросту невозможно. Экономически это не имело, ну, это бесконечно дорого, никакого смысла. Просто в силу земного притяжения, да. Да. Ну, то есть, вот и все. Я еще говорю, я согласен с этим тезисом. А идея хороша. Социальная справедливость, найти всех, составить списки, принудить, там, пристыдить, вывести из тени, да, чтобы дисциплину класс. Но только она требует такой инвазивности госаппарата, такой степени его проникновения в быт каждого человека, заход там в каждую семью, да, и так далее. Это невероятно дорого. Ты не можешь себе позволить, ну, ни одно государство гораздо более богатое, чем мы. О чем, кстати, эти комментаторы говорят, но почему-то они, тем не менее, вот. А дальше, дальше начинаются еще более смешные вещи, связанные с тем, что вот президент уже дал разъяснение, что он понимает по трудоустройству. Нет, трудоустройство. Это как вот есть тунеядцы, которые не тунеядцы, так вот есть трудоустройства, которые не трудоустройства. Значит, первым откликнулся пример министра Кобяков. Я уже многократно рассказывал, у правительства всегда есть тоже такой, один и тот же модус операнди, суть которого заключается в том, что как только речь идет об исполнении какой-то неведомой, непонятной, значит, ерунды, да, которую неясно, как делать, и это поручение исходит из президентской структуры правительству. Топорец говорит, так мы решим сейчас вопрос. Мы сейчас это все перепоручим губернаторам и будем контролировать исполнение. Ну, я же понимаю прекрасно, что и губернатор, а потом это в итоге до какого-нибудь дворников все дело дойдет. В данном случае это каламбур. Но, так вот, правительство готово изучить предложения губернаторов по трудоустройству всех безработных до 1 мая. Слушай, достойный ученик. Блестяще, да? Как отметил Андрей Кобяков, есть ряд вопросов, в том числе организационного характера. Ну, вот то, о чем я говорил. Требующий рассмотрения и принятия решений. Руководитель правительства обратил внимание на качество прогнозирования. Каждая цифра должна быть просчитана, обоснована, гарантирована. За ошибки необходимо нести ответственность. Это блестящая идея насчет ошибок прогнозирования и ответственности за нее. Начните с синоптиков, я предлагаю. Потренируйтесь на кошечках, а потом вот в экономику. Вот если там у вас получится, то тогда можно будет говорить, хотя бы там, где, как сказать, негативные экстреналии ваших попыток чего-то... Может, начать с каких-нибудь астрологов, жалко синоптиков. Слушай, ну, астрологи, они как минимум безвредны, понимаешь, а синоптики, они же, там, их ошибки могут стоить, ну, действительно, экономики, да, не предсказали потоп какой-нибудь там или еще что-нибудь, на священном 9 марта главу государства, это цитата, правительству и губернаторам поставлена предельно конкретная цель, как развернута эта работа на местах, если требуется тут устроить, поэтому прошу губернаторов доложить, как развернута эта работа, если требуется решение правительства, предлагайте. Рабочие места должны быть созданы, там, где есть реальная потребность, населенных пунктов. Вот, собственно говоря. Ну и как бы намекнул, что тут скоро начнутся весенние полевые работы. Можно, значит, глядишь, как это... Знаешь, как раньше говорили, там на картошке, да, что это такое? Это когда работники умственного труда институтов помогают крестьянам убирать урожай. Вот примерно то же самое. Валерий Владимирович, вообще-то это противоречит только что инструкции по применению поручения, там же сказано конкретно, в каждом пункте 10 пунктов этих населенных, да, открыть этих, не знаю, там, каких-то киосков, что ли, или как это должно выглядеть. Да, и приходит человек каждое утро отмечаться. Он говорит, сегодня будешь гарантийными работами плитки тротуарные, например, заниматься, или забор красить, или деревья сажать на расстоянии 20 километров отсюда. Не знаю, почему именно за 20 километров. Ну, чтобы, видимо, жизнь медом не казалась, потому что, как я уже говорил, это же люди, с которыми можно поступать. А вот насчет последнего дворника. Начнем с первого дворника. Это Владимир Дворник, председатель Гомельского облсполкома. На аппаратном совещании облсполкоме 13 марта, то бишь уже, значит, это уже после даже этого. Равно, как и, кстати говоря, и Кобяков. Ну, и об этом. Значит, решение этой задачи губернатор возложил на членов смотровых комиссий, которые несколько лет назад были созданы в каждом районе области. Они должны обойти каждый дом, каждую квартиру, получить объективную информацию непосредственно от самих людей. И если в семье имеются нерабочущие граждане трудоспособного возраста, им нужно предоставить варианты трудоустройства на работу. На основании собранных данных создается база, с помощью которой выстраивается система управления процессом. Ну, это ровно то, о чем я говорил. То, что, в принципе, будет бешено дорого. И это полностью противоречит тому, что президент говорил буквально за день до этого. В первую очередь, если бы обратить внимание на возможность трудоустройства граждан в агропромышленном комплексе, на работы, связанные с посевной, а также по благоустройству территории. Ну, в общем, еще можно в каменоломне, если бы у нас были, родники урановые. Родники бы неплохо завести, да. Заодно и раковых больных бы полечили. Центры занятости должны организовать широкую рекламную кампанию и максимально задействовать желающих на общественных работах. Конечной целью этой непростой работы должно стать трудоустройство всех безработных. Нет, не должно. Президент объяснил. Нет трудоустройства. Слушай, про оплату вообще нигде ни слова. Еще раз говорю. Там же четко было сказано в совещании. По требованию. И тут, наконец, вот я начинаю возвращаться к таким уже более серьезным. Тяжелой артиллерии. А нет, давай начнем с Морзалюка еще. Которого хватило смелости выйти навстречу гражданам разъяренным. Да, и он их сделал в вербальной баталии. Сказать о том, что да мы сейчас все исправим. Всю дурость, которая там есть, уберут. То есть это будет уже версия декрета 3.3. Значит, кстати, интересная идея, да? Что так их это прямо и нумеровали, да? А то же пишут там с поправками от такого-то числа. Ну, не видно же, какая по счету. И то, что у него там в портфеле несколько страниц уже этих всех поправок. И так далее, и так далее. Ну, и, конечно, не обошлось без того, что, значит, там халявы и прочее. Я просто к чему? Что, значит, вот давайте еще, еще, еще придумывать каких-то идей, связанных с тем, что, значит, как бы выполнить то, что выполнить физически невозможно, ибо реально это очень дорого и тяжело. Ну, Макея можно еще комментарий взять. Он тоже находится в русле того, что, что касается конкретных задержаний, нужно посмотреть на участников манифестации, определить, кто у них участвовал. Те ли лица, которые непосредственно были подвержены положению этого декрета. Нам кажется, что там другие. Ну, я уже про это комментировал, да? По поводу Ермоленко. У меня уже еще новая возникла аналогия. Это как если бы там в 50-е годы в Америке говорили, типа, а что-то вы, белые ходят на марш там в защиту прав негров. Вы что, негры, что ли? Как это вас должно волновать вообще? Вас же мы же не трогаем. Про мужчин, выступающих за права женщин, я вообще молчу. Ну, как бы, да. Это же совсем вопиющая ситуация, да? Ну, не говоря уже про всякие мелкие выступления на тему того, что целесообразность документа не вызывает сомнений. Но на практике, короче, так, это все понятно. Бороденье, наша суккультура другая. Вот это прекрасно, я считаю. Вот с этого надо было начинать и этим ограничиться. Член Совета молодых ученых на Канадемии наук, кандидат экономических, химических наук. Андрей Юнц убежден, что если декрет был принят, значит, в этом была необходимость. Ну, гигельянство же, я же об этом и говорил. Все действительно разумно. Если был принят, значит, в этом была необходимость. Просто не надо нам, простым людям, пытаться постичь эту монаршую необходимость. Надо только подойти к ранее взвешенно деталям. Это тонкий момент, неумелая работа. Как я уже сказал, именно вот этот тонкий момент и портит всю прекрасную эту самую идею. Значит, ну а дальше содержание этих поправок, как это все, значит, изменить и прочее, прочее. Надо четко обозначить список условий, при которых человек освобождается от уплаты, тогда вопрос исчезнет самим самым. Что это, разве не наоборот должно было быть? Если вы придумали себе такой классный декрет, а потом, ну то есть, ведь получилось же как, давайте всех запишем в 97% потенциальных преступников, да? А потом еще говорить, не, мы, знаете, мы решили, что вот эти, это не потенциальный преступник. Нет, на этом можно там вот этих не считать, этих не считать, да? То есть такая, знаешь, аромата скульптора. Совершенно верно. И с камнем не получится, значит, слово вечность, да? Вот. А вот нет, знаете, у меня вообще-то другая идея. Заключается в том, что если бы попытались определить просто список тех, кто должен бы подпасть, уже на этом этапе возникло бы ощущение, какая сизифовая работа была бы в администрировании этой идеи. Потому что, конечно, вот таким вот способом его можно много-много улучшать. Придут, навстречу, значит, еще там попросят, давайте их там вычеркнем и прочее, прочее. А вот, наконец, Качанов и Рыженков. Ну, как я говорил, хлеб и зрелища, да? Точнее, хлеба нет, будут зрелища, да? Лисоветворяет собой назначение этих людей. Ну, Качановой тут много чего интересного. Допущены просчеты в этой работе. Не сработали руководителя местных органов власти. Должны были провести четкую, разъяснительную работу. Отработать каждое извещение. Данный декрет не финансовый, не экономический, а социальный. Те люди, которые по объективным причинам не могут садиться, если не должны, они там уже подземен декретом. Предполагается, расширить это то, о чем Розалек говорил. Два последних абзаца. Наталья Качанов обратила внимание, что руководители городов и районов поддерживают данный правилакт. Они говорят, что наконец-то узнали реальную картину, чем занимаются люди. Ну, на самом деле, еще не узнали. Опять же говорю, великолепная идея. В сущности, по большому счету, можно было ПВТ подключить. Их же все время критиковали за то, что они никак экономике не помогают. Провести, как у нас было, помнишь, это поголовная дедактилоскопия военнообязанная. Чипирование. Чипизацию. РФ-Айди-меточки. И человек проходит мимо сканера. Все. На оперативном тактическом штабе этого... Все твои отчисления ФСЗН с рождения. Вот и все. Есть хорошее технологичное решение, как на уши этим крупному рогатому скоту. Клеют и все, пожалуйста. Вместе с тем, анализ реализации декрета показал, что есть регионы, где имеются проблемы с трудоустройством. Поэтому поставлена задача максимально оказывать помощь людям при поиске работы. Стойте, подождите, разве не с этого надо было начинать? То есть, неожиданным образом, в процессе всего этого бреда выяснилось, о, так есть же регионы, у которых проблемы с трудоустройством. А у меня есть альтернативная идея. Вот вы выяснили, что есть проблемы с трудоустройством. Давайте, может быть, мы всю вот эту вот, ну, скажем спасибо за подготовительную работу. Губернаторы и начальники района скажут, здорово, мы теперь получили настоящую, как бы, картину. Декрет номер три выполнял свою функцию. А теперь же поставлена задача максимально оказывать помощь. То, о чем государство, вообще-то, и должно было заботиться. Не 97% потенциальных, на 97% потенциальных преступников искать. И думать, как их там поймать или там денег с них снять. А вот, вот ваша функция. Раз вы знаете, что есть социально неблагополучные регионы, попытайтесь там что-то сделать. И вот как ровно об этом же говорит Рыженков. Четко поставлены задачи, как правительству, так и местным органам власти по оказанию содействия всем гражданам по трудоустройству и решению любых вопросов, касающихся жизнеобеспечения. Поддержка будет обеспечена всем нуждающимся вне гражданам, тем, у кого есть проблемы, с которыми невозможно справиться самостоятельно. Таким образом будет укрепляться взаимодоверие между властью и обществом. Только в консолидации, в такой консолидации усилий наша сила и так далее. Еще раз говорю, а можно вот это все было вот без декрета 3? Правильно же все сказано. Обнаружили, что есть проблемы. Произнесли слова о том, что государство чувствует соответственность. Решит любых вопросов, да, проблемы, касающиеся любых вопросов жизнеобеспечения. Поддержка всем нуждающимся гражданам, у кого есть проблемы, которыми возможно справиться самостоятельно. И вот вы действительно получили бы доверие общества. А не фактически отвержение ядерного электората президента. Не знаю, кто это вообще придумал, но выглядит это все действительно как знаменитые слова времена 4-го государства. И думаю, что это некомпетентность или предательство в конечном счете. К вопросу, кстати, о гигельянстве у нас же Конституционный суд ответил. О том, что, конечно же, декрет конституционен, потому что там написано, что в Конституции, что там есть обязанность платить. Исходя из этой статьи Конституции, можно принять любое решение о том, что раз вы обязаны платить, мы принимаем еще один новый сбор. А он будет по определению Конституционен, потому что в Конституции это записано. И вот такой вот змея, кусающая свой хвост, ураборос, позволяет бесконечно для нашему социальному государству абсолютно конституционно придумывать еще, еще, еще обязанности граждан. А вот теперь смотри, вот только на примере высказываний сейчас двух главы и замглавы администрации президента, да, вот если исключить контекст, да, секрет номер три. Великолепные слова произнесены, правильные слова власти, обращающиеся к своему собственному населению, попавшему в тяжелое жизненное положение, связанные в том числе с макроэкономической непростой ситуацией. А вот теперь попробуем расширить этот мысленный эксперимент. Вот представим себе, что вот как выглядела бы новостная лента, если бы декрета три не было. Вот к вам заходишь, там, этих там, задержали, посадили, там, этот, квадрокоптер, да, толпа такая, всякая, да, там, похожая на фашистов, не похожая на фашистов. Да, 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 давай представим себе, что вот его нет. Мысленный эксперимент. Ужас. И начинаем читать. Александр Егорович, да, за объединение стабильности в Европе, что все эти Брекситы там и прочее, мы всегда были за единство. Хотя на самом деле буквально недавно говорили о том, что вот эти все Брекситы, это и есть вот эти тенденции, которые негативные, но мы впереди, ну, я же говорю, тут водные меняются. По три раза на день, но тем не менее, да, что выступаем за многополярный мир и сохранение Европейского Союза, да, мощнейший полис наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Ну, в России, конечно, уже никаким полисом, такой, очень аккуратный такой троллинг, да, вот, о нем ничего не было сказано, поэтому все эти ваши Брекситы и нациалистические движения я не воспринимаю, хотя они и соответствуют нашему пониманию, да, современных реалий. Вот, Европейский Союз надо сохранить, вот тебе, пожалуйста, вот тебе ЕБРР приезжает и говорит о том, что отказались от калибровочного подхода, тут как раз еще и денег дофига у нас привалило из-за того, что в Россию не можем инвестировать, потому что там под санкциями страна находится. Готовы рассматривать проекты? Больше того, нашли, вот, меморандум о взаимопонимании с Банком Развития нашли инструмент, через что это все делать, и список какой, и туда, и сюда, и даже в, там, приватизационную подготовку готовы вести. Причем так хорошо ведут, что даже Василий Заниславович Матюшевский сказал в духе «во-во-во-полегче», да, там, как-то надо вам, как же там это дословно было, нет, не найду сейчас, ну, где-то затерялась эта бумажка о том, что как-то, как-то вы там сильно торопите нас, мы так не успеваем за вами, да. ЕС, поддержка, всесторонняя поддержка Беларуси, развитие малого и среднего предпринимательства, Андрей Викторин, ну, по мелочи уже, да, проект указа о системном сокращении количества административных процедур, изменение системы госзакупок, второе чтение будущего, значит, проекта указа, кстати, о котором так много говорилось, о том, что, это тоже из серии, да, как взяла на себя грехи, да, значит, Анна Шарейко, о том, что домокло в мечь контролирующих структур, задающийся вопросом, почему вы покупаете хорошее вместо дешевого? И я буквально недавно разговаривал с людьми, которые как раз бизнес, который заключается очень специфически, они поставляют химреактивы для нашего этого антидопингового агентства. Как бы, пусть поймите, что вы можете купить дешево, и тогда вы получите, значит, лишение медалей, либо купить то, что нужно, но это будет дорого. Ну, вот, как бы, да, и все. То есть, скупой платит дважды. Слава богу, наконец, от этого бреда начинают отказываться, да. МВД, декриминализация, общепит, либерализация, агроэкотуризм, усадьбам оставили, наконец, эти свадьбы, там, банкеты и прочие, все эти вещи. Никандрова, вот, да, там, сервис для иностранного инвестора. То есть, представляешь, да, какой был бы новостной фон, и о чем бы мы разговаривали? Какой скучный был бы новостной фон. Ну, слава богу, что бы... Плюс IT-страна. Вот, пожалуйста. То есть, как? Вот это вот, это же реально какая-то раковая опухоль, да, то есть, причем, и причем все обращают внимание именно на это. Ну, естественно. И президент постоянно на это сворачивает. Как я уже говорил, вплоть до того, что это уже просто, ну, реально становится смешно. Когда-то IT-шникам, которых когда-то вывели из тени совершенно нормальным, хорошим, это реально модельный пример экономического решения, как у нас сказали бы, идеологической и социальной задачи. Да, там, и социальная справедливость тебе тут, и из тени вывести, и дисциплинировать, повысить, и ВВП улучшить, и так далее. Все! Нет, надо им вот рассказать, вот, что... А вот еще можно было и так. Ну, я понимаю, конечно, что они моментально представляют, что, ну, вообще-то, как бы, да, мы понимаем, вы могли с нами тогда по-другому... И немножечко полоснать. Да, 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 да. То есть... И это, конечно, совершенно потрясающая история. То есть я вот, ну, еще раз говорю, что времени уже осталось мало, да, но я после того, что уже как-то осталось еще несколько мелких вещей, но я, тем не менее, ладно, бог с ним. А, и плюс еще говорили бы, даже здесь позитив есть. Помнишь, президент рассказал о том, что что такое, надо разобраться, год провалили, матрица красная, головы должны там полететь, и так далее. Видимо, прочитал недавно, значит, у вас этот, по заметочку Александра Чубрика, да, ну, это же, как бы, он с конца прошлого года с этой идеей сейчас выступает о том, что там вот у нас все падало-падало-падало, а последний квартал, думаю, немножко загнулся наверх, глядишь, это начало позитивных тенденций. Вот. И президент говорит, о, так и у нас же вот совещание же должно быть экономическое, да, а тут, говорят, какой-то пошел загиб наверх, какие-то люди всякие, да, там разные, специально обученные. Так, может, мы еще квартальчик подождем, посмотрим, значит, у нас будет четвертый квартал, шестнадцатого, первый квартал семнадцатого, глядишь, там уже и позитив будет, и, глядишь, уже можно будет и про весь шестнадцатый и забыть, и уже говорить о каких-то позитивных вещах, там, и прочее, прочее. Я тут не очень себе представляю, как будет выглядеть совещание с количеством трехсот человек, как оно, это все... Как большой разговор. Восемь человек слово понучили, да, остальные... Ну, или как с правоохранительными органами, там было больше двух с половиной сотен, да, ну, как бы вот. Ну, в общем, Пятое Всебелорусское Современное. Ну, примерно. Вот. То есть... Очевидно совершенно, что... Еще раз говорю, вот этот мысленный эксперимент, мне кажется, должен просто великолепно показать себе, да, что на самом деле все остальное, кроме этого, в общем-то, движется в очень нормальном направлении. Вот все, кроме вот этого бреда. И, в принципе, это ведь еще на самом деле... Ну, я понимаю, что по мере необходимости объяснять и рассказывать, как вот, а мы-то вот так попытаемся сделать, а на самом деле не так, а вот так, там, ну, можно наградить очень много этих всех конструкций таких интересных, да, в виде вот этой вот, которые в итоге начинают смотреться, как я говорю, физический смысл их ужасный. Если вы хотите показать идеологическое и социальное содержание этого декрета, то с идеологическим и социальным содержанием является то, что идеологией действий белорусского государства в области занятости населения является не то, что борьба с теми негативными тенденциями, которые во всем мире сейчас намечаются, а как президент, вы говорите, мы с Росуману, зато мы это все дело возглавили. Ну, то есть, вы получаете полностью противоположный результат того, чего хотели, если вот дальше настаивать на этих всех вещах. Еще раз говорю, ну, такое ощущение, что это просто, вот, не знаю, саботаж какой-то, да, ну, на самом деле. И еще раз говорю, такое, ну, не поздно же еще сказать, что, ну, вот он выполнил свою функцию на самом-то деле. Так же, как девятый декрет, выполнил, хоть его и не применяли, но выполнил же. Всех напугал, считай, сработал. Списки, ну, какие-никакие там составили, да, вот. Почта размялась, налоговые. Ну, и плюс, как бы, и население как-то, как там президент сказал, да, 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 что это же, ну, первый и главный результат. Дорожить стало рабочими местами, мы помним, конечно. Да, 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 совершенно верно. Вот, тут-то, казалось бы, и можно перейти к тому, что, ой, а мы тут обнаружили, что много людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, а мы же не до конца это себе представляли. Ну, простите, мы исправимся перед вами, государство. И, наконец, возьмется делать то, о чем теневой министр труда Александр Чубрик, хотя у нас назначен уже не теневой, да, начнет заниматься именно тем, чем нужно. Настоящей социальной поддержкой населения, которая действительно оказалась в уязвимой ситуации. Да, не гоняться за ними, вычислять, как в сказке про козленка, который умел считать до десяти, да, а реально помогать. А там, глядишь, уже и, как бы, ну, и до структурных реформ недалеко. Ну, потому что нельзя их начинать без того, чтобы создать нормальную работающую систему safety net. А то, что вы сейчас делаете, это наказание населения, оказавшегося в тяжелой ситуации. Еще раз подчеркиваю, к чему я это все вел, к тому, что, вот, не знаю, казалось бы, простая ведь идея, да, провести этот мысленный эксперимент. Ну, как она пока, ну, как только вот это все, попытаться это все сделать, вычислить эту всю вещь, ты сразу начинаешь понимать, что по большому это счет. А все остальное-то не так и плохо. Да, медленно, да, половинчато, но это движение в правильном направлении. А вот это что? Ну, и опять о том, что типовые задачи решаются одинаково. С айтишниками вы ее решили, почему сейчас другим способом идете? Я ровно об этом и говорю. И это как раз больше всего и удивительно, что придя к айтишникам, говорить совершенно о том, что когда-то на этих же айтишниках, как на кошечках, говорю, потренировались, да, ну, и нормально же, отличный же опыт. Вот уже, глядишь, апгрейд этого парка высоких технологий. Добыли эти только аутсорсеры, сейчас будут продуктовые. Надо уже и название там высочайших парк технологий там каких-нибудь, да, там. Вот. То есть есть прогресс. А это-то какой-то, ну, просто, ну, я просто к чему, что, ну, в конце концов, не загоняйте себя в угол, да. Ну, вы же видите, что просто результатом вот этих разъяснений все дальше становится социально-идеологический результат, который совершенно ужасен, на самом деле, если его начать объяснять. Не надо так. Давайте все-таки как-то... На этой разумной ноте. Да, да. Как это, напрямую обращаясь, да. Как-то всем прогрессивным силам, значит, да. Как же это раньше там у нас говорилось в советское время, забыл, не помню этой тумбировки. Вот. Ну, собственно, ради этого передача эта вся и была. Спасибо, как сказать, айтишникам, которые неожиданно всю эту тему. Точнее, не они, конечно, но мы же видим, что даже в храме высоких, высочайших технологий все равно разговор заходит об этих самых тунеядцах. Давайте уже как-то, ну, завершим этот разговор на вот этой оптимистической ноте, да, в устной форме. Как у нас сейчас принято говорить. Вели передачу экономика на пальцах Ольга Лойко, экономический образователь портала Турбай. И независимый аналитик Сергей Чалович. Спасибо, что были с нами. Ну, чуть меньше, чем полтора часа, но так было нужно. И до следующего четверга прям в эфире. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok